Встреча с Льваком Встреча с Льваком Вот опасный проход в штрафную площадь прерывает своей игрой Щегодский, один из лучших центральных нападающих довоенного футбола. Вот в контратаку устремился Иван Кузьменко. И вряд ли кто-нибудь из игроков киевской команды мог предположить, что через несколько лет некоторым из них на футбольном поле придется сыграть самый важный матч, победа в котором будет стоить им жизни. Встреча с Льваком 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 Однако вместо этого из своего номера гостиницы «Континенталь» ему пришлось вести телефонный репортаж не о футболе, а о налете немецких бомбардировщиков на Киев. С началом войны о футболе пришлось забыть. Часть игроков киевского клуба по спецназначению были отправлены в тыл. Другие входили в истребительный батальон Киевского укрепрайона. Ветераны команды были зачислены в ряды народного ополчения. Остальные игроки продолжали трудиться в самом городе. Щегодский стал инструктором военно-физической подготовки, Путистин – электромехаником, Тимофеев – учителем физкультуры в трудовой колонии. Летом 1941 года Красная армия несла колоссальные потери. После удара 2-й немецкой танковой группы войск в сентябре Киев был отрезан от Восточной Украины. В окружении попало огромное количество советских воинов и техники. Только в плену, по данным ставки Гитлера, оказалось около 700 тысяч советских солдат и офицеров. Среди тех, кто попал в котел, были и игроки киевского «Динамо». Кому-то удалось прорваться на восток. Трусевич и Кузьменко вернулись в родной город ранеными. Вот один из примеров того, как могли украинские спортсмены оказаться в оккупированном Киеве. Владлен Михайлович Путистин, сын Михаила Путистина, рассказывает, как его отец оказался в оккупированном Киеве. Значит, он был под Полтавой, значит, был при госпитале. И когда там немцы, значит, окружили, вот это самое, им командиры, значит, говорят, значит, так, идите-то куда хотите. Вот так вот бы было. Все, говорит, мы не знаем это, что делать, значит, у нас нету... Ну что, он, значит, он это снял, это гимнастерку, и уже это в гражданском, это пришел это в Киев. Столица Украины была захвачена 19 сентября 41-го года. Я вам скажу, что вот я был тогда на Крещатике, да, значит, я видел, ты лично, как это киевляне их встречали. Значит, встречали там даже это с цветами, вот, вот я помню. Ну, здесь ты начался, это в Киеве, ты начался, ты грабешь этих, ты магазинов, вот, значит, этот универмаг, вот этот самое, что стоит на Крещатике, это я помню, сам это видел, как один там это взял, там был лыжник, запустил эту витрину, и туда-то все побежали. И я-то в том числе. Ну, я принес эту мишку, значит, ну, соль. В оккупированном городе немцы сразу стали устанавливать железный порядок. Вот один из указов новых властей. По законам военного времени каждый житель города подлежит трудовой повинности. Необходимо приступать к работе, предложенной властями. Работники, не появившиеся на рабочем месте или оставившие его без разрешения, подлежат наказанию. Неофициальной биржей труда в захваченном Киеве был еврейский базар. Именно там директор хлебзавода Йозеф Кордик встретил бывшего вратаря «Динамо» Николая Трусевича. Кордик был давним болельщиком киевской команды. Ситуация была парадоксальная. При дикой безработице директор хлебзавода отчаянно нуждался в рабочих руках. Причиной тому были диверсии. Последняя произошла именно на хлебзаводе. В тесто было подмешано толченое стекло. По подозрению в этой акции были расстреляны пять человек. Директор хлебзавода знал, что Трусевич когда-то окончил пищевой техникум и сейчас нуждался в трудоустройстве. Кордик предложил Николаю постоянную работу и продовольственный паек. Ну Кордик, он человек был такой, ну, значит, умный. И он их взял, значит, тогда грузчиками. А почему-то грузчиками. Потому что он знал, что если там в мешках обнаружат, там, это в муке стекло, там, и все. Ну и чтобы эти не были в опасности, значит, они просто уже зашиты эти мешки, сам эту, грузили сам эту машину. То есть они были в безопасности. Кордик также попросил подыскать других футболистов, желающих получить его покровительство и сформировать боеспособную команду. Так один из лучших игроков СССР попал работать на хлебзавод. И вместе с ним еще семь игроков, которые отыскали друг друга в оккупированном Киеве. Из стенограммы Михаила Свиридовского. В Киеве я устроился сторожем на водную станцию «Стрела», но эта работа не давала права на броню от отправки в Германию. Тут стали собираться наши ребята. Гончаренок, Путистин, Комаров, Трусевич, Кузьменко, Тютчев, Клименко. Подобрали к этой группе ребята из «Локомотива». Чтобы нас не принудили играть за националистические команды, мы решили работать на производстве. На хлебзаводе мы получили броню. Работали чернорабочими во дворе, асфальтировали заводскую территорию, выполняли другую работу. Немцы вольготно чувствовали себя на оккупированной территории. Их армия уверенно наступала, и казалось, что власть гитлеровцев пришла надолго. Необходимо было возрождать мирную жизнь. Вот выдержки газеты, закупированного Киева. 27 января 1942 года открылась Киевская опера. Особенно тепло зрители встретили Наталку Полтавку в ближайшей программе «Опера. Ночь перед Рождеством» и «Балет Капелия». По согласованию с генерал-комиссаром города Киева, дни праздников Рождества установлены 7 и 8 января 1942 года. Работа 6 января проводится до 13 часов. Репертуар киевских кинотеатров. Я помню, это хорошо, ты мне это запомнился. «Багдадский вор» был такой, это фильм. Я ходил на него раз 10, наверное. Ну, бесплатно, конечно. Еще там были фильмы. И немцы там ходили, так и наши-то ходили. Спорт был для оккупационных войск еще одним способом обозначить приход новой жизни. С подачи немцев под руководством играющего тренера Швецова было организовано спортивное общество «Рух». В состав «Руха» вошли несколько экс-динамовцев – Сверидовский, Голембиовский, Гундарев. Из допроса Швецова 3 декабря 1943 года. Кто входил в группу спортсменов, ходатайствовавших о создании спортивного общества «Рух». В инициативную группу входило 25-30 человек. Спортивная работа проводилась в секциях – футбольной, теннисной, ручных, игр, атлетической. Одно время существовала даже секция бокса. Коллектив, сообщество доходил до 100 человек. Своей командой в Киеве собрали венгерские охранники железных дорог, румынский гарнизон. Трусевич и другие игроки киевского «Динамо», которые работали на хлебзаводе, продолжали поддерживать спортивную форму, играя в футбол на ближайшем пустыре. Об этом стало известно немецкому руководству, и советским футболистам через Швецова поступило предложение провести несколько товарищеских матчей. Однако сперва, по словам Сверидовского, немцы разрешили встречи только между украинскими командами. Кто же входил в состав команды, которая образовалась на хлебзаводе? Вратарь Николай Трусевич. В 1938 году впервые и единожды в довоенном футболе был проведен опрос среди тренеров. По его итогам было названо 55 лучших футболистов чемпионата, по 5 на каждую игровую позицию. Среди вратарей под вторым номером был Трусевич. Как вспоминали очевидцы, он очень хорошо играл на верхнем этаже, не боялся выходить из ворот. Не меньшей популярностью среди болельщиков пользовался Иван Кузьменко. В том же списке 55 лучших футболистов Советского Союза он был на втором месте среди полузащитников. Константин Щегодский вспоминал. Это был пышночубый богатырь с пушечным ударом. Он мог забить гол из 40 метров. Киевлянин Алексей Клименко начал играть в Макеевке. Потом выступал за Стахановец. Перешел в «Динамо» вместе с одесситом Трусевичем накануне первого клубного чемпионата СССР. В турнирах 36-40-х годов провел на месте защитника 81 матч. Нападающий Николай Коротких был игроком «Динамо» с небольшими перерывами 10 сезонов. Кроме чемпионата 1939 года он редко выступал за основной состав. Перед войной Николай играл нападающим команда Политехнического института «Ротфронт». Макар Гончаренко – правый крайний нападающий. По некоторым довоенным источникам Гончаренко называли лучшим бомбардиром СССР. Однако утверждать это с точностью невозможно. Известно только то, что Гончаренко забил около 19 мячей в чемпионате 1937 года. «Динамовцы» старшего поколения. Защитник Михаил Свиридовский и полузащитник Федор Тютчев. Они обладали огромным опытом и пользовались большим авторитетом среди болельщиков. Михаил Путистин – участник чемпионатов СССР 1936 года, а позже тренер. На острие атаки команды действовал лучший нападающий довоенного киевского «Динамо» Павел Комаров. Первая игра с командой «Рух» состоялась 5 июня 1942 года. Как было написано в афишах, после торжественного открытия стадиона состоится футбольный матч. Нужно сказать, что украинская команда ни разу не играла под названием «Динамо». В первой встрече она называлась просто «Хлебзавод», в остальных – «Старт». В итоге команда «Хлебзавода» обыграла команду «Рух» со счетом 2-0. После этого матчи стали проводиться регулярно. 21 июня команда «Старт» обыграла сборную венгерского гарнизона 6-2. 5 июля разгромила «Румын» со счетом 11-0. Потом команду военных железнодорожников 9-1, воинскую команду «ПСДЖ». После этого 19 и 26 июля была дважды обыграна венгерская команда «МСДЖ ВОЛ» с общим счетом 8-3. Из воспоминаний Сверидовского «Мы задались целью добиться антагонизма между венгерской и немецкими командами на спортивной арене. Хотя они и соратники на фронте, пусть будут врагами в спорте. Мы этого добивались, выигрывая у венгров с минимальным счетом и крупно выигрывая у немцев. В свою очередь немцы выигрывали у венгров». Относиться к этим словам серьезно вряд ли стоит. Можно предположить, что задерганный допросами СМЕРШа и чувствовавший угрозу ареста за сотрудничество с оккупационными войсками, Сверидовский мог сказать подобное, чтобы лишний раз избежать нареканий в предательстве. Начиная со второй, игры проходят на маленьком стадионе «Зенит». До войны он назывался «Снайпер». Именно здесь, благодаря директору Кордику, разрешили тренироваться футболистом Трусевича. Со времен лета 42-го года стадион мало изменился. «Моя функция была поддавать Трусевичу мячей. Но так как наши выигрывали с командами с большим счетом, то проблем там никаких не было в отношении затяжки времени. А вот был этот матч с Мадьярами, это когда играли. Там этот Трусевич, он мне уже давал, там-то команда говорит «не спеши». Но я придумал вот такой-то вариант, это когда, значит, сам этот мяч был-то за воротами. Вот, так я вот это дело-то бегу и нагинаюсь, нагинаюсь, а сам ногой, ногой-то, мяч-то вперед. Ну, вроде так, это случайно-то я его. Вот такой-то момент. Макар Михайлович Гончаренко в интервью, записанном весной 92-го года, рассказывал, что немцы во всех матчах, кроме последнего, играли достаточно корректно. Да и динамовцы не стремились раздражать их без нужды. Однако солдаты румынского гарнизона, втайне болевшие за киевский старт, часто прорывались перед игрой в раздевалку к нашим, подкармливали их и умоляли побольше накостылять дойчем. Затем против советских футболистов стала играть команда «Флакельф» – сборная немецких зенитчиков. Первый раз соперники встретились на футбольном поле в четверг 6 августа. Старт легко победил со счетом 5-1. Немцы решили взять реванш у киевлян и назначили повторный поединок на 9 августа. Отец, так сказать, не соглашался. Он говорит, это что мы, говорит, мы ж только что, значит, мы не восстановились. У них будет уже сборная, это другой состав. Давайте, мол, там это перенесем, встречу. А те ни в какую. Вот давайте с 9-го, значит, и все. Ну и тогда Турсевич, он тоже это решил. Говорит, если будем играть с 9-го. Именно эта игра вошла в советскую историографию под именем «Матч смерти». Перед ответной встречей по городу были расклеены новые афиши. Воскресенье, 9 августа, стадион «Зенит», керосинные 24, футбол, реванш. Старт хлебзавод, флакельф, немецкая часть в усиленном составе. Начало матча в 5 часов, цена билета 5 рублей. Ажиотаж уже был в Киеве самый большой, ты насчет этого матча. Потому что уже слухи пошли, что там уже немцев там-то бьют и так далее, и так далее. Флакельф ко второму матчу по сути уже была сборной. В нее включили всех лучших игроков, которых немцы смогли найти в Киеве. Номинально они были зенитчиками. Но на деле зенитчиков в команде было меньшинство. Победа над киевскими футболистами стала для немцев делом принципа. Престижу немецкой армии, пусть и на футбольном поле, был нанесен довольно-таки чувствительный укол. Есть мнение, что давление было на обе команды. Киевлян пугали отправкой на работу в Германию, немцев на фронт под Сталинград. Рассказывает Макар Михайлович Гончаренко. Перед матчем к нам в раздевалку зашел офицер в эсэсовской форме и на чистом русском языке вежливо представился. Я судья сегодняшней встречи. Я знаю, что вы очень хорошая команда. Прошу соблюдать правила, а перед началом поприветствовать соперников на наш лад. Мы также вежливо приняли его условия, но, конечно, кричать «Хайль Гитлер» не собирались. Форма у нас была, как у сборной СССР. Красные майки и гетры – белые трусы. Разговоры о том, что мы ее специально подготовили к поединку с летчиками и зенитчиками – брехня. Просто у нас другой не было. Какую Трусевич раздобыл в самом начале, в такой все время и выступали, безо всякого подвоха. Никто из официальной немецкой администрации перед матчем не заставлял нас играть в поддавки. Здесь стоит сделать отступление и рассказать о том, как преподносила эту игру советская пропаганда. Главным арбитром, который и заходил в раздевалку, был некий обер-лейтенант Эрвин, который объективностью судейства завоевал уважение обеих сторон. Однако советские газеты вплоть до начала 90-х годов писали о той игре, как о жесточайшей по отношению к советским игрокам. Вот один из примеров. Выдержка из статьи киевской газеты «Сталинское племя» за август 1946 года. Вратарь старта намертво берет мяч, пробитый форвардом Шмидтом. Немец наносит ему удар бутсой в голову, после чего заталкивает лежащего без сознания галкипера вместе с мячом в ворота. Судья засчитывает гол. Вот еще один пример, который рассказывал Гончаренко в советское время. Гитлеровские футболисты повели охоту на нашего вратаря Трусевича. Один из форвардов Люфтваффе открыто ударил Николая ногой в лицо. Трусевич потерял сознание. Несколько минут мы отливали его водой. Видно было, каких усилий стоил Николаю каждый шаг. Однако позже все тот же Гончаренко отмечал корректность всех встреч. Немцы и в самом деле могли играть грубо. Это скорее было следствием непрофессионализма и психологического груза. Желание выиграть. Игроки старта были все-таки профессиональными футболистами. Так что можно сказать, что матч прошел в товарищеской обстановке. Косвенным свидетельством может служить фотографии, сделанные перед матчем с немецкими зенитчиками. И на ней хорошо видны улыбающиеся лица киевских игроков, стоящих в перемешку с соперниками из Флакельфа. Михаил Свиридовский так рассказывал об игре 9 августа. Матч с зенитчиками протекал следующим образом. На матч приехал генерал. Привез букет цветов. Апельсины, лимона, шоколад. Сыграли первый тайм. 2-1 в их пользу. У них появилось чувство превосходства. Мы, видя такое положение, решили выбить несколько их игроков из игры. Одному колено перебили. Он ушел с поля. Генерал выкрикивал, что это бандиты, играют грубо, некультурно. А вот слова Гончаренко. Перерыв. Мы ведем 3-1. Военная публика, составлявшая подавляющее большинство, нервничает. Вкратчивая жора Швецов, уговаривает ее не злить. Но у нас ведь тоже самолюбие есть. В том матче против нас играло много достаточно умелых футболистов. Среди зрителей хватало и пьяных гитлеровцев, и таких, что в самом деле пришли воспрянуть духом перед боевыми операциями. А тут такое. Вот они и свистели, гоготали, улюлюкали. Полицаи поле окружили. Это они игроков от излишней темпераментной публики защищали. Хотя находиться в таком кольце было неприятно. Второй тайм прошел в ровной жесткой борьбе. Они нам еще два забили, а мы им столько же. Удержали победу 5-3, но под конец здорово выдохлись. При нашем недоедании играть серьезные матчи через два дня на третий – одно мучение. Советские историки и писатели утверждали, что после матча всех футболистов расстреляли. А вот как было все на самом деле. Ну, на разностях, это я помню, как сейчас. На радостях, значит, какой-то там ты болельщик принес в эту самую раздевалку, там, там это самогон, значит, там закуску и, в общем, они там это дело отмечили. Дальше ты пошли ты гулять, он их это пригласил. Был такой большой базар, назывался Евбас, еврейский ты базар. Ну, там это что продавали? Там самогона, разлив, картошку, значит, эту вареную, значит, там и с мясом, без мяса. Но денег-то ни в кого не было. И там был такой эпизод, это когда там эта Клименко, значит, он там-то взял, а расплачиваться это нечем. И там она-то подняла вот это, что продавала, подняла скандал, пожаловалась полицейскому, Клименко полицейского что-то ударил, там это жандарм с автоматом, вот, хотел его остановить. И он что-то подскользнулся и упал, а тот убежал. Так закончился этот самый эпизод, значит, отец на следующий этот день, уже это пришел это к нему, потому что он жил-то напротив. Это как он сам добрался-то, сам это не добрался-то домой. На следующий день все, как обычно, вышли на работу. Матч 9 августа стал последним сыгранным киевлянами с командами оккупационных войск. Штат-комиссар Киева Бернат запретил встречи немецких команд с украинскими, поэтому через неделю старт снова играл с Рухом, который был разгромлен 8-0. Из воспоминаний Гончаренко. «Рух уже давно добивался реванша с нами. Мы и всячески оттягивали эту встречу, ссылаясь на другие. Но после 9 августа немцы угомонились, им, видно, надоело проигрывать. И мы решили утихомирить руховцев. Всыпали мы Руху от души на полную катушку 8-0. Было это 16 августа. После матча с командой Рух начались аресты. 18 августа к хлебзаводу подъехала гестаповская машина. Из воспоминаний Сверидовского. «Около 9 утра мы грузили на заводском складе муку и были вызваны к директору. Шеф был немец. Приходим, а там гестаповцы. Переводчик. Стоит автомашина. В тот день Тютчева и Гончаренко на заводе не было. Тютчев получил во время матча травму и пошел в больницу. А Гончаренко вообще отсутствовал. Так нас и взяли шестерых. Трусевича, Клименко, Кузьменко, Сверидовского, Путистины и Балакина. Посадили в Черные Вороны и доставили в гестапо. Нас это с матерью вызвали, ну, будем говорить, это гестапо. Сначала это ее туда вызвали, я в коридоре был. Затем это меня, значит. Так она вышла. Ну, ко мне такие-то вопросы были, что... Где отец, например? А я говорю, я не знаю, где отец. Отец был, это комсомольцем там, это... Я говорю, а я вообще такого-то слова-то не знал. Потому что я... Это мне было-то 8 лет тогда. Я говорю, я такого слова-то вообще не знаю. А что это такое-то? А дома, говорит, вот что-то... Отец это коммунистом там был, там... Я говорю, я такого не знаю. А дома-то там... Сам, это ничего-то не говорили про это. Я говорю, я никогда-то не слыхал такого. Ну, а так... Так за что же были арестованы футболисты Старта? За то, что побеждали. Разумеется, проигрыши задевали самолюбие немцев. На трибунах, по словам свидетелей, бушевали нешуточные страсти. То и дело звучали крики «Бей фашистов!». Однако немцы понимали, что их шансы победить в играх с профессиональными спортсменами были равны нулю. И если и намеревались ответить киевлянам расстрелами за проигрыши на футбольном поле, то сделать это могли намного раньше. Каждый матч заканчивался для оккупантов поражения. Еще одна версия на «Динамовских игроков» донес Георгий Швецов. Так утверждал Макар Гончаренко, иссылаясь на слова отца Владлен Путистин. Именно Швецов рассказал фашистам, что «Динамо» – структура НКВД, а все игроки оставлены по спецзаданию для проведения диверсионной работы. Свою причастность к доносу на футболистов Швецов отрицал и, понимая, что ему не удастся избежать обвинений в пособничестве оккупационным войскам, на допросах пытался оправдать себя. «Я знал об аресте девяти членов спортивной команды хлебзавода, но никакого отношения к нему не имею. Я понимаю, что изменил своей родине, но я это сделал для того, чтобы сохранить физкультурные кадры Киева». Но именно донос Швецова сыграл свою рукавую роль. «Значит, а когда их продержали в гестапо 23 дня, они были-то в отдельных этих самых, так это, камерах, допрос шел, единственное, кто из стенопартии. Оказалось, что из стенопартии-то никого-то не было. Один только-то коротких. А там, так это, как мне рассказывал отец, кто-то из бывших довоенных спортсменов, он, значит, это немцы и типа вроде и швецов, так? Они донесли, что, мол, они, эти футболисты, были оставлены здесь для подпольной работы. Ну, доказательств, значит, у немцев-то не было. Поэтому они их, так сказать, продержали там и как неблагонадежных, вот с такой формулировкой, неблагонадежных, отправили на Сирец». Эти слова подтверждает автобиография, написанная Михаилом Путистином после войны. Из рассекреченных архивов стало известно, что один из игроков старта, Николай Коротких, в действительности был агентом НКВД, оставленным в Киеве для организации сопротивления. Свидетели утверждают, что еще до войны он мало играл в чемпионате, работая прежде всего как сотрудник органов безопасности, принимая участие в обысках и арестах. Возможно, начальство посчитало, что футбол для контрразведчика будет неплохим прикрытием и оставило его в городе. А Коротких он был единственным членом партии. И его арестовали, значит, и в гестапо, это его-то допрашивали. Значит, дома нашли у него фотографию, это там, это с лычками. Ну, это были доказательства. Когда-то мать с ним встречилась, так он был-то весь окровавленный, значит, был. И его это там-то расстреляли. Еще одним подтверждением того, что арест футболистов был связан только с их принадлежностью к коммунистической партии, говорит тот факт, что немцы отпустили игрока Балакина, однако расстреляли его отца и мать, которые были коммунистами. Арестованных футболистов перевезли в Сырецкий лагерь. Они не попадали под категорию лютых врагов фашистского режима. Из воспоминаний Сверидовского. В лагере от голода мы опухали, нас спасало то, что мы устроились в выездную бригаду. В этой бригаде давали по 200 граммов хлеба, а по месту работы также кормили супом. Я работал в бригаде истопняком парового отопления, слесарем. Мы работали в разных бригадах. Ткаченко, Короленко, Клименко, Трусевич на улице, а мы с Гончаренко работали в сапожной мастерской. Путистин и Клименко электриками в лагере. Всем заключенным разрешали свидание с родственниками. Жена Путистина раз в неделю носила мужу передачи. Так продолжалось несколько месяцев. Так почему же были расстреляны трое игроков команды «Старт»? В 1975 году расследованием обстоятельства гибели футболистов занялась прокуратура Гамбурга. С просьбой предоставить все имеющиеся по делу материалы в КГБ Украины обратились немецкие юристы. Для дачи показаний был приглашен Макар Гончаренко. Со слов очевидца Федора Тютчева он рассказал, что же произошло на самом деле. В подвалах гестапо по улице Владимирской 33 хранились дрова. Немцы, задумав очистить помещение, создали три бригады из узников Сырецкого лагеря. Одна бригада в составе Трусевича, Тютчева, Клименко и Кузьменко перебрасывала дрова на хлебзавод, другая на мясокомбинат, третья складывала во дворе здания гестапо. Между двумя первыми происходил товарообмен. Хлеб меняли на колбасу. Продукты прятали между поленьями. Овчарка начальника тюрьмы учуяла тайник. Один из заключенных, армянин, лет 20-22, кинулся на собаку. Гестаповец, услышав шум, выбежал во двор и стал жестоко избивать парня. Несколько узников вступили за товарища. Немецкий офицер выстрелом в упор убил армянина и вместе с подоспевшим на помощь начальникам лагеря Родонским тут же во дворе расправился с заступниками. Остальных увезли в лагерь. Перед шеренгой из 50 узников гестаповцы объявили. За сопротивление немецкому офицеру будет расстрелян каждый третий. Судьба, среди прочих, избрала Трусевича, Кузьменко и Клименко, пощадив стоявшего в строю Тютчева. Эту версию подтверждает и Владлен Путистин. Что мне отец рассказывал? Он рассказывал, что вроде бы, уже когда эти самые работали в гестапо, ну такой пережим был свободный. Там можно было передать кушать и выпить передать, и так далее, и так далее. И там вроде бы сидел армянин один, и к нему пришла там-то жена, вот. А там они-то перед... он вроде бы выпил это перед этим сам-то немножечко. И вроде бы там этот самый немецкий офицер, он вроде бы, это к его жене. Это начал там ее лапать там или что-то такое, понимаете? Вот. И он, значит, на того офицера, вот, и вроде его, значит, ударил. Вот. И там еще эту собаку, значит, запустили. Он на эту самую собаку, мол, там-то ногой, значит, это все, и так далее. Ну и тут это, естественно, была-то бригада-то вся там. Вот вроде их и расстреляли. После войны Свиридовский рассказал о судьбе остальных футболистов. Фронт приближался, и мы стали думать о побеге. Первым бежал из лагеря Тютчев. Мы из Гончаренко бежали с улицы Мельникова. Нам помогли полицаи из бывших футболистов. Они сделали вид, что не видят, как мы убегаем. Был это 19 сентября. Михаил Путистин вырвался из плена 5 октября 43-го года. А как убежал, значит, отец? Ну, как вот он-то рассказывал. Значит, его-то направили на работу. И вот, говорит, мы там-то разрушали, говорит, так. А как раз было, заканчивалось самое-то лето. Ну, теплая-то погода была, самое-то лето, да. И, говорит, нас этот немец, говорит, охраняет. И он так, говорит, на солнышко так пригрело сильно. И он так, говорит, глаза закрыл и задремал. И мне этот самый-то, говорит, ну, напарник, с кем он-то работал, говорит, это бежим, говорит. Он, говорит, я сначала, говорит, растерялся. Почему? Потому что так. Документов-то никаких нету. Значит, был-то заросший. Минут это пять, говорит, понаблюдали, говорит, сам это за ним. Он, говорит, это хорошо, ты заснул. И мы, говорит, вот так-то сам это выскочили на трассу. Немцы готовились к обороне Киева. И местным жителям было приказано покинуть город и отправиться за 200 километров в Абухово. Так посчастливилось, что Михаил Путистин и его напарник вышли навстречу обозу, который тянулся из Киева. Ну, идут там эти самые подводы, там с вещами, так и так далее, и так далее. И я, говорит, к одной подводе примкнул. Я говорю, старший, скажешь, что это сам это я сын, говорит, если что. Потому что на выходе из Киева стояли жандармы, и так на выбор, кто-то подозрительный. Они останавливали его и проверяли. Я, говорит, вот так, за подводу, вот так схватился, ну, вроде-то там помогают и лошади. И лицо вниз. А там это жандарм останавливает. Остановил ты все-таки. Так, значит, на меня посмотрел. Ты кто? Что? Документы. Он говорит, это мой папа, говорит. И это, говорит, это, говорит, это мой сын, говорит, сын. И вот так он это самое-то проскочил. Комаров не стал дожидаться фронта и ушел следом за немцами, в конце концов осев в Канаде. Сразу же после освобождения Киева игроков старта долгое время вызывали на допросы в НКВД, подозревая в сотрудничестве с немецкими войсками. И как-то это надо было это самое-то решать. Ну, так как этим самым, это Динамо, был это министр, он после стал МВД, там такой строкач был. Он их это, это всех это знал и сказал, ты закрывайте это дело, так и не трогайте их. А просто пусть они, значит, из Динамо уйдут и на этом дело все это, сам это закроем. Начало мифу о матче смерти положил Лев Кассиль. Стране нужны были примеры героизма, поэтому эта история стала легендой. Никому неизвестная команда зенитчиков оказалась сборной Люфтваффе. Естественно, что все игроки были убиты. С подачи Кассиля тему быстро раскрутили, а потом также быстро погасили. Все, кто побывал в плену и на оккупированных территориях, разом оказались записаны в неблагонадежные и получили клеймо немецких пособников. Официально выжившим считался один Гончаренко и попал в герои. Именно он приходил на встречи со школьниками и рабочими заводов, рассказывал о событиях лета 42-го года и даже посещал Германию. Остальные же выжившие игроки вынуждены были молчать. А дальше я уже понял, уже когда это прошло время, что для того, чтобы вот эту версию оставить, что был один мастер, что расстреляли их после мастера Гестапо, это все было сделано специально, было согласовано, с КГБ было согласовано. Почему? Потому что если бы они так пришли все вместе, то обязательно бы там сказал бы, и отец бы это на 100% бы сказал, потому что мы не один мастер играли. И этот бы мир тогда бы развеялся бы. Только в 65-м году погибших Трусевича, Кузьменко, Клименко и Коротких посмертно наградили медалями за отвагу, а еще шестерых – Балакина, Гончаренко, Мельника, Путистина, Сухарева и Свиридовского – медалями за боевые заслуги. Михаил Путистин отказался принять боевую медаль. Еще один участник матча смерти, Федор Тютчев, не вынес послевоенных унижений, запил и умер от белой горячки в 59-м году. Гамбургская прокуратура открыла дело еще в середине 70-х годов по поводу убийства в Киеве немецкими военными гражданских лиц, то есть футболистов Киева. Это дело вяло текущее шло, и вот буквально 2-3 года тому назад только и было закрыто с выводом, что расстреляли футболистов советских не по футбольным причинам. Новая полемика развернулась вокруг событий лета 42-го года после того, как стала появляться информация об идее открытия памятника на стадионе «Динамо». Отношение к футболистам старту у многих ветеранов было неоднозначным. Вот выдержка из рапорта старшего оперуполномоченного КГБ майора Удина. «Обращаясь к вам с настоящим рапортом, я имею в виду ненужную, на мой взгляд, спекуляцию мифическим подвигам футболистов Киевского «Динамо» в годы Отечественной войны. Один факт сооружения памятника людям, которые вместо того, чтобы воевать, играли в футбол с оккупантами, кажется нелепостью, а оскорблением ратных подвигов тех, кто в тяжкие годы сражались на фронте». Однако сами киевляне в должной мере отдали дань памяти своим павшим землякам. В Киеве было установлено три памятника, относящихся к событиям лета 42-го года. Первый был открыт на стадионе «Динамо» в 71-м году. В камне высечены четверо погибших футболистов, а у подножия слова. «За наше сегодня прекрасное. Они пали в поединке. В веках ваша слава не погаснет, бесстрашные спортсмены-герои». Второй памятник был установлен на месте расстрела футболистов, там, где в годы войны находился Сырецкий лагерь. «Черный квадрат» разбивает футбольный мяч. Надпись говорит о том, что на этом месте были расстреляны мирные жители и игроки футбольной команды «Динамо Киев». Третий памятник был открыт летом 81-го года на стадионе «Старт», где проходили матчи с участием киевской команды. На нем изображен футболист, который мечом убивает орла. Выжившие участники события лета 42-го года получили официальные приглашения на церемонию открытия. Так кем же были киевские футболисты? Предателями или героями? С позиции господствующей идеологии отношения властей к жизни и деятельности игроков команды «Старт» на вражеской территории объяснимо, а с общечеловеческой. Что было делать брошенным на произвол судьбы людям? Футбол стал для них способом выживания. Вряд ли футболисты намеренно превратили матчи с немцами в оружие и сопротивление. Однако объективно так оно и было. В тот тяжелый, отмеченный серьезными неудачами на фронтах год, разгромные победы над фашистами, пусть и на футбольном поле, воодушевляли людей, поднимали дух, вселяли надежду. Каждый раз, выходя на матч с немцами, киевляне проявляли мужество. Какие могли быть гарантии, что обозленные унизительными поражениями, подрев и улюлюканье оскорбительные выкрики, немцы не расстреляют игроков сразу после игры. Киевляне одержали 10 побед в 10 матчах, забив 56 и пропустив 11 мячей. Это уже не легенда и не миф, а прекрасная быль из истории отечественного спорта, лишенной в глазах ее участников всякой политической подкладки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok